Рак простата 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 И вот перед нами стоит задача, какова же оптимальная тактика лечения, какую выбрать лечение немедленное у пациентов с биохимическим рецидиумом или же пациента нам наблюдать с возможностью последующего отсроченного лечения. Для этого разрабатываются специальные прогностические модели, модели стратификации рисков. Для этого мы используем факторы риска, которые представлены на слайде. Мы используем факторы риска, которые были определены до лечения и после. Отдельно хочу обратить внимание на кинетику уровня ПСА, именно время удвоения ПСА и время до биохимического рецидива. И, соответственно, эти прогностические модели могут нам позволить своевременно обследовать и лечить пациента. Из своей презентации я постараюсь ответить на вопрос, какая же тактика лечения наиболее оправдана при биохимическом рецидиве, кому проводить лечение немедленно, а кому отсроченно, и вообще возможно ли активное наблюдение при биохимическом рецидиве. Начнем с спасительной лучевой терапии. В представленном исследовании было включено более 2000 человек. Медианное наблюдение составило 5 лет. Подавляющим большинству пациентов выполнена только лишь спасительная лучевая терапия без гормональной. При этом 10-летняя частота развития метастазов варьировала от 9 до 20% в зависимости от уровня ПСА на момент спасительной лучевой терапии. И, соответственно, показатели были различия достоверны. Это мы видим также на кривой Каплана-Майера. И крайне важно сказать, что частота развития метастазов является наиболее точным суррогатным критерием общей выживаемости. В данном исследовании 5-летняя выживаемость без прогрессирования составила порядка 80%. А 5-летняя ПСА без рецидивной выживаемости после лучевой терапии при ПСА не более 0,5% составила около 60%. При многофакторном анализе ухудшения ПСА без рецидивной выживаемости наблюдалось у пациентов с высоким уровнем ПСА до начала спасительной лучевой терапии. При глиссоне более 6% у пациентов, у которых не проводилась гормональная терапия, при более низкой дозе облучения, а также у пациентов, которые характеризовались как Р0. А при данном же анализе увеличения частоты метастазирования наблюдалось у пациентов также с высоким уровнем ПСА, глиссоном более 6% и навазием семенной пузырьки и негативным хирургическим краем. Еще одно исследование с Тишеса автором, в которое включено более 1000 человек. Также подавляющим большинством пациентов проводилась только лишь лучевая терапия. Основным критерием стратификации был уровень ПСА до начала спасительной лучевой терапии, менее 0,5 или более. Авторы получили достоверные результаты при 5,8,9 летней частоте развития метастазов и обхолеспецифической смертности. Однако в этом исследовании достоверных различий в общей выживаемости не было получено. Рассмотрим одно исследование, которое описывает спасительную лучевую терапию вместе с гормональной. Это многоцентровое рандомизированное клиническое исследование третьей фазы, целью которого было сравнение результатов стандартной спасительной лучевой терапии со спасительной лучевой терапией и гормональной терапией в течение 6 месяцев у пациентов с биохимическим рецидивом и коротким временем удвоения ПСА. Важным моментом включения пациентов был уровень ПСА только 2,2 до 2 нанограмм на миллилитр. Соответственно, авторы пришли к мнению, что в группе пациентов, которым было добавление андрогенно-депривационной терапии, 5-летняя выживаемость без прогрессии была на 18% больше по сравнению с группой только лишь спасительной лучевой терапии. Общая выживаемость не различалась в обеих группах. Под групповым анализом мы также видим, что добавление гормональной терапии улучшает результаты лечения спасительной гормональной терапии. В исследовании Клейтона с автором ретроспективно были оценены результаты лечения более 400 пациентов после лучевой терапии. И 7-летняя опухолеспецифическая выживаемость в группе пациентов с временем удвоения ПСА менее 6 месяцев и более 6 месяцев была достоверно различна. Различия составили 20%, это мы можем видеть на слайде. А 7-летняя опухолеспецифическая выживаемость у пациентов с коротким временем удвоения ПСА, тем, которое проводилось гормональной терапией спасительной, по сравнению с группой, которую только лишь наблюдали, также достоверно различались. Какую же терапию проводить, спасительную, немедленную или отсрочную? Наши европейские коллеги провели систематический обзор, который включил 27 исследований у пациентов после радикального лечения. По результатам 6-летней общей выживаемости в группе немедленной гормональной терапии и отсроченной гормональной терапии, соответственно, составили 86,79%. Результаты были статистически достоверны. А вероятность лока регионарного рецидива и системного прогрессирования была выше в группе отсроченной гормональной терапии. Также авторы пришли к выводу, что немедленная или ранняя гормональная терапия может быть назначена пациентам с высоким риском системного прогрессирования. Также на данный вопрос, какую терапию гормональную назначить немедленно отсроченную, попытались ответить авторы, которые провели рандомизированное мультицентровое исследование. С включением почти 300 человек, 5-летняя общая выживаемость в группе отсроченной гормональной терапии была статистически значима несколько ниже по сравнению с группой немедленной терапии. И также мы видим на кривой Каплана-Майера, что после 5 лет наблюдения кривые расходятся. И перед нами, соответственно, возникает вопрос, при ожидаемой продолжительности жизни у пациентов более 5 лет возможно лишь проведение немедленной гормональной терапии, отсроченную вообще не рассматривать. Теперь такой вопрос, который актуален до сих пор, проводить ли пациенту непрерывную или не термитирующую гормональную терапию. Крукс с автором в своем исследовании включали пациентов также после лучевой терапии. И по данным исследования общая выживаемость в группе интермитирующей гормональной терапии состояла 8,8 лет, в группе непрерывной гормонной терапии 9,1 года. Но отдельные характеристики, которые влияют на качество жизни, такие как частота приливов, потенция, были лучше в группе интермитирующей гормональной терапии. Однако общее качество жизни достоверно не различало в сравниваемых группах. И здесь приведено единственное исследование, которое проведено у пациентов метастатических. Оно показалось мне интересным тем, что частота ишемических тромботических осложнений в течение 10 лет была достоверно выше в группе интермитирующей гормональной терапии. Возможно, эти данные можно экстраполировать на пациента только лишь биохимическим рецидивом. И тренд последних, наверное, 5 лет при лечении рак предстательной железы – это активное наблюдение. Обоснованием активного наблюдения является то, что клиническое прогрессирование наблюдается менее чем у половины пациентов с биохимическим рецидиумом без лечения. Медиана времени до появления метастаза составляет 8 лет. Медиана времени от развития метастаза до смерти – 5 лет. Опухолеспецифическая выживаемость не превышает 17%. И активное наблюдение имеет ряд преимуществ. Нет побочных эффектов от проведения гормональной терапии, сохраняется качество жизни. Возможно проведение обследований, в том числе повторное выполнение каких-то сложных исследований и с возможностью проведения последующей метастазно-оправленной терапии. И также возможно отсрочить кастрационную резистентность опухоли. И несколько исследований наших европейских коллег, которые продемонстрировали, что активное наблюдение возможно до развития метастатической болезни у пациентов с низким риском метастазирования. Факторы прогноза, которые учитывали, это время удвоения ПСА более 12 месяцев, это высоко и умеренно дифференцированные опухоли, время до развития биохимического рецидива более 3 лет и стадия не более ПТ-3А. Также одно из недавних исследований Хуанга с авторами, они включили в свои исследования 407 пациентов с биохимическим рецидивом, треть было подвергнуто активному наблюдению, а двум третьим пациентам проведена либо гормональная терапия, либо комбинация гормональной и лучевой терапии. Авторы оценивали безопасность и эффективность активного наблюдения, основанного на времени удвоения ПСА, а также опухолеспецифическую смертность. По данным исследования, при времени удвоения ПСА более 12 месяцев составила 74% в группе активного наблюдения против 23% в группе лечения, а опухолеспецифическая смертность в группе активного наблюдения вообще была 0%, то есть мы имеем здесь фактически, можно назвать, доброкачественный биохимический рецидив. И, соответственно, у этой одной трети пациентов с биохимическим рецидивом, которые подвергли активного наблюдения, с оценкой кинетики ПСА отсутствовали осложнения, связанные с лечением, было сохранено качество жизни и фактически для клиник, для государства было отсутствие финансовых затрат на лечение. Еще хотелось бы продемонстрировать систематический обзор, который был включен в 7,7 исследований. Задачами его было оценить онкологические результаты лечения у пациента с биохимическим рецидивом и без него, изучить факторы прогноза у пациента с биохимическим рецидивом, влияющие на онкологические результаты. Соответственно, авторы разработали стратификацию пациента с биохимическим рецидивом на группы низкого и высокого риска. Соответственно, стратификация валидирована на европейской когорте. Основными факторами прогноза было время удвоения ПСА более 12 месяцев, глиссен более или менее 8 и время до биохимического рецидива, соответственно, при лучевой терапии. Это 18 месяцев, и после радикальной простатоктомии это время не учитывалось. Также хотелось коротко рассказать про рекомендации национальной противораковой сети. У них основной критерий стратификации – это предполагаемая продолжительность жизни более или менее 5 лет. Соответственно, если у пациента ожидаем продолжительность жизни менее 5 лет наблюдения, то пациент не лечится до появления признаков прогрессирования локального или системного. Если у пациента также время удвоения ПСА более 12 месяцев или пожилой возраст, то также возможно активное наблюдение. Во всех остальных случаях пациенту с временем удвоения ПСА менее 12 месяцев показано проведение спасительной лучевой терапии на фоне андрогенной депривации. И также здесь рекомендации при биохимическом рецидиве после лучевой терапии представлены. Фактор риска стратификации. Также ожидаемая продолжительность жизни. Также если ожидаем продолжительность жизни менее 5 лет, пациенту показано наблюдение до появления признаков прогрессирования и потом соответствующее лечение. И спасительная андрогенная депривация при времени удвоения ПСА менее 12 месяцев показана при появлении симптомов заболевания или признаков прогрессирования. Здесь я схематично попытался обобщить на основании всего проанализированного материала, в том числе который частично представлен в данной презентации, и попытался разработать схему лечения или наблюдения пациентов с биохимическим рецидивом при раке простат. И в заключении хотелось сказать, что в настоящий момент идет рандомизирование исследования третьей фазы МБАРК, которое посвящено изучению безопасности и эффективности комбинации энзолутамида с андрогенной депривацией у пациентов с биохимическим рецидивом после радикального лечения. Критерии включения указаны на слайды. В дальнейшем пациенты рандомизированы на три группы. Первая получала только лишь АДТ, вторая получала энзолутамид в монорежиме, третья группа получала энзолутамид вместе с эндрогенной депривацией. Лечение приостановлено 37 недель, если уровень ПСА становился неопределяемым, и возобновляли, соответственно, когда уровень ПСА превышал восстановленный порог. В настоящий момент первичная и конечная точка выследования выживаемость без метастазов в группе комбинированного лечения достигнута. Ожидаем освещения этих материалов на Конгрессе Американской ассоциации урологов в 2023 году. И действительно, возможно, это в перспективе станет новой эффективной опцией в лечении биохимического рецидива рака простата. Благодарю за внимание. Спасибо, Константин Андреевич. Коллеги, какие вопросы? Спасибо большое, Константин Андреевич, за доклад. Очень четко прослеживалась идея. Интересно было слушать. Скажите, пожалуйста, вот Вы сказали, при высоком риске, при биохимическом рецидиве, при высоком риске прогрессии заболевания, рекомендуется по современным данным проведения лучевой спасительной терапии. Как Вы считаете, что должно включаться в поля облучения в этой ситуации? Потому что мы, так понимаем, в этой ситуации мы не имеем очагов по поведению ПЭТ-КТ. И не кажется ли Вам, что спасительная лучевая терапия вообще на современном этапе уже, может быть, не имеет места с развитием ПЭТ-КТ, и мы должны проводить лечение тогда, когда мы все-таки видим какие-то локальные изменения? Безусловно, стандартным обследованием пациентов с биохимическим рецидивом рака простата, которым, возможно, уже проведено стандартное, там магнит-резонанс томографии, компьютерная томография, остеосинтиграфия, должно обязательно выполняться ПЭТ-КТ с ПСМА для возможного выявления локального рецидива или отдаленных метастазов с целью назначения либо системного лекарственного лечения, либо какой-то, возможно, метастазно-оправленной терапии. Если же по данным ПЭТ-КТ с ПСМА не выявляются какие-либо очаги, то здесь два варианта. Здесь необходимо пациенту оценить ключевой момент, вот по всему изученному материалу оценить время удвоения ПСА, вот оно будет меньше 12 месяцев или больше, и в зависимости от этого принять ту или иную тактику лечения. Соответственно, я склоняюсь, если время удвоения ПСА менее 12 месяцев и, возможно, есть какие-то дополнительные факторы неблагоприятного прогноза или высокого риска, то этому пациенту обязательно проводить спасительную лучевую терапию, возможно, с добавлением гормональной терапии, так как она у ряда категорий пациентов увеличивает показатели выживаемости. Если же у пациента время удвоения ПСА более 12 месяцев и каких-то, возможно, нет факторов прогноза, хотя к каждому пациенту нужно подходить индивидуально, обсуждать с пациентом обязательно все риски, в том числе наблюдения, возможно, этого пациента следует, условно говоря, пригласить через 3 месяца, оценить снова уровень ПСА, возможно, провести повторное ПТ-КТ при какой-то динамике. Если же уровень ПСА будет резко расти, либо он будет нестабильный при нескольких измерениях, так называемый скачкообразный, то тогда рассмотреть вопрос о спасительной методике. Также приводил одно исследование, достаточно интересно было, что у пациентов с негативным хирургическим краем это фактор, по сути дела, неблагоприятного прогноза. Я бы хотел предостеречь вас от уплывания на то, что ПТ-ПСА решает вопрос, какую терапию выбрать. Да, это замечательное исследование, и мы зачастую сейчас пользуемся им при развитии биохимического рецидива, но мы должны понимать, что даже когда уровень ПСА достигает единицы, не всегда ПТ-ПСА отвечает на вопрос, что является источником, соответственно, роста маркера. Поэтому все-таки в учет тех факторов, о которых Кацанин говорил, безусловно, важна гистологическая форма, исходная после операции, важна, собственно, кинетика ПСА и другие критерии, которые, ну и, собственно, стадия болезни, которые должны ориентироваться при принятии решения. Единственное, что ПТ-ПСА, о чем она может сказать, может быть в какой-то степени, опять же, не 100%, что мы должны это исследование сделать при планировании спасительного лучевой терапии для исключения отдаленных метастазов. Да, если их нет, тогда, ну, опять же, это повод для того, чтобы положительный, скажем так, фактор в пользу спасительного проведения спасительного лучевого лечения. Если они есть, если там, по данным подписам, мы находим очаги отдаленные, то, конечно, смысл проведения спасительного лучевой терапии, он в какой-то степени теряется. Может быть, если есть какой-то рецидив, который там уже достаточно большой, и будет нарушать мочеиспускание, рассматривать этот вариант, но, повторюсь, ПЭТ-ПСМА не решает проблему выбора дальнейшей тактики, хотя, безусловно, зачастую облегчает нам принятие решений. Саня Хардвей. Я тоже прокомментирую ответ. Я к чему спросил, есть группа пациентов, у которых ПСМА может быстро расти и довольно до высоких значений, допустим, до двух даже целых, и при ПЭТ мы ничего не находим. И стоит ли таким пациентам все-таки выполнять спасительную лучевую терапию мы не знаем, попадет ли в поля облучения именно резидуальная опухоль какая-то, или это все-таки отдаленное прогрессирование, нет ли смысла, ну, Кристина Андреевич об этом и сказал, просто повторять ПЭТ-КТ чаще, ну, как бы не чаще, в каком-то периоде, да, и к этому склоняться, потому что все-таки такая слепая терапия получается спасительная. Я к этому и скажу. Безусловно. Чтобы не ответить на все вопросы. Безусловно, отсутствие результатов ПЭТ-ПСМА всегда, ну, скажем так, ставит дополнительные вопросы. Но все-таки кинетика ПСА, быстрая кинетика ПСА чаще говорит именно как раз об отдаленном метастазировании, а не локальном рецидиве. Ну вот, поэтому я и призываю использовать для принятия решения другие критерии дополнительно, которые помогут, может быть, сделать выбор. Потому что мы понимаем, что спасительная лучевая терапия, это лучевая терапия, в первую очередь, на ложе предстательной железы, без захвата, там, зоны регионарной метастазированы. Это именно ложе предстательной железы проводит лучевая терапия. Опять же, все, кто мы тут оперируем, все понимают, что такое ложе предстательной железы. По большому счету, это стенка прямой кишки и шейка мочевого пузыря. Вот ложе предстательной железы. Поэтому, конечно, при всех достижениях радиологов, которые есть на сегодняшний день, процент возможных лучевых реакций, лучевых осложнений достаточно высок может быть. Поэтому, прежде чем решиться, скажем так, мы должны принять в его внимание все факторы. Спасибо за доклад. У меня маленький вопрос. Радикальная простатоктомия, бестазовая лимфоденоктомия, биохимический рецидив. При ПЭТ-спасома лимфоузлы не светятся. Лимфоденоктомию надо в отсроченном порядке выполнять или нет? Да, это, возможно, будет одной из опций, которые, возможно, у данного пациента, это выполнение сальважной лимфоденоктомии, так как она не была выполнена по показаниям сначала. Ну, здесь очень сложный, на самом деле, вопрос. И всегда, когда пациент приходит с биохимическим рецидивом, всегда очень сложно выбрать тактику. Поэтому мы о чем и говорили только, что нужно учитывать множество параметров. Не, скажем так, прежде чем выполнить сальважную лимфоденоктомию, нужно, конечно, взвесить достаточно много за и против. Хотя, в принципе, процедура уже освоена и, в принципе, она выполняется с одной стороны. С другой стороны, это может быть абсолютно бессмысленная процедура в том случае, если мы видим, опять же, ориентироваться на все факторы. Если высокий быстрый прирост маркера, и, собственно говоря, по ПЭТ-ПСМА мы не имеем какого-то положительного момента отношения тазовых лимфоузлов, я бы не стал выполнять этим пациентом лимфоденоктомию. Я не вижу смысла, честно говоря. Скорее всего, он сметастазирует, у него будут другие отдаленные метастазы, будут отдаленные метастазы, а не метастазы регионарных лимфоузлов. Поэтому здесь, еще раз повторяю, отсутствие ПЭТ-ПСМА отрицательной и быстрая кинетика ПСМА, я бы не стал делать сольважные метастазы, хотя, может быть, кто-то примет другое решение. Спасибо, Константин Андреевич. Мне кажется, очень исчерпывающее интересное сообщение. Мы сейчас про слуху, что, собственно говоря, все наше. Прошу. Прошу.